Здравствуйте, уважаемые участники университетских суббот Акмелинского университета. Итак, мы продолжаем тему soft skills. Это уже третий выпуск. И напоминаю, первое про креативные навыки вы можете увидеть у нас на ютюбе в плейлисте «Университетские субботы». Также видео про ораторские навыки, как коммуницировать с людьми, что такое эмоциональный интеллект, также выставлен. И сегодня мы говорим про умение работать с информацией. Итак, умение работать с информацией – это на самом деле очень важный пункт. И чтобы у вас все в жизни было, как у меня на футболке, идеально, нужно с этой информацией работать. Как же работать с информацией? В первую очередь мы всегда начинаем, и это мы также проговорим на тайм-менеджменте, с цели. Для чего вам эта информация? Давайте так напишем. Для чего? Согласитесь, сейчас у нас, когда достаточно быстрый способ найти любую информацию, мы можем просто ее погуглить, очень много информации мы потребляем ненужной. Это какие-то соцсети, какие-то новости, которые нас никогда не интересовали, но вышли в рекомендациях. YouTube работает, на самом деле, немножко по-другому, он как раз-таки действует на то, что вам нравится. Поэтому эта платформа стала так популярна. Итак, цель для чего? Если для обучения, то понятно, чтобы закончить школу, поступить в университет, либо получить образование общее. Если вам это нужно для себя, то для чего именно? Если информация носит больше развлекательный характер, замечательно, значит, она отвечает на требования, например, давайте вот так напишем, учеба, на требования вашего досуга. Теперь следующее, то, о чем мы поговорим, это про объем. Сколько информации вам нужно изучить, чтобы закрыть, например, эту потребность, цель? Это очень важный критерий, потому что если вы захотите прочитать, допустим, про историю, просто прочитать, это одна книга, если вы хотите изучить, то это не одна книга, это очень много часов, много книг. И следующее, на что нужно обратить, вот как раз-таки про объем, мы поговорим в этих техниках. И следующее, на что стоит особенно уделить внимание, это достоверность. Достоверность – это насколько эта информация верная. Сейчас я вас попрошу назвать несколько источников, в которых вы можете найти информацию. Так вот, давайте, три источника. Ну, попробуем. Итак, первое, надеюсь, вы вспомнили про интернет. Что еще может быть? Если вдруг я не напишу ваш вариант, замечательно, напишите его в комментариях, мы могли что-то упустить, а может быть, мы вот так вот оставим, как точку, потому что источников достоверной информации очень-очень много. Интернет – да, здесь очень много информации, которая может быть недостоверна, но тем не менее, если правильно не разобраться и почитать другие источники, сравнить их, то будет, конечно, достоверность намного-намного выше. Следующее – это какие-то книги, документы. И чаще всего вот этот источник не называют, хотя он тоже достоверный, это собственный опыт. Например, вы захотели приготовить кекс, и вы уже готовили когда-то кекс, и вы понимаете, что эта мука мне не подходит для кекса, она не работала. Это достоверная информация, потому что вы это уже пробовали. Как и обещала, мы возвращаемся к объему. Мнемотехника – это та тема, которая сегодня у нас заявлена. Мы начнем, вы уже говорили об этом тоже, с маленьких шагов. Что это такое? Давайте так напишем здесь, маленькие шаги. Существует очень много техник, которые помогают вам запоминать. Это и майндкарты, и различные ежедневники, которые разделены на структуру. То есть здесь какие у вас планы, здесь когда вам нужно сделать это. И вы все это учитываете. Но это сложно, если ты не знаком с базовыми техниками. Итак, мнемотехника от мнемоника – это искусство запоминания. Первое, что очень часто связано с мнемотехникой – это акростих. Что же такое акростих? Я думаю, что вы все вспомните акростих. Если, допустим, вас попрошу я вспомнить цвета радуги. Вот прямо здесь и напишу. Радуга. Итак, вы помните, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Так мы вспоминаем с детства все цвета нашей радуги. А акростих также у нас образовал наш алфавит. Посмотрите, как наши буквы назывались до этого и как по первым буквам слов образовался алфавит. А акростих помогает, сейчас я возьму то, что будет выделять. А акростих помогает нам запомнить понятия. Понятия. Это очень полезно, когда вы хотите вспомнить какое-то длинное, сложное понятие. Если вы сделаете акростих, из него работает. Проверено, давайте так, собственным опытом, на самом деле. Очень удобная вещь. Итак, мнемофраза. Мнемофраза это та фраза, которую мы чаще всего используем, чтобы вспомнить какое-то правило. Вот здесь я так прямо напишу. Правило. Очень часто люди путают надевать или одевать. Для этого есть фраза. Одеваю. О, начало, да? Надежду. Надеваю одежду. Это мнемофраза, которая помогает запомнить правило, и вы больше никогда не будете в нем путаться. Следующая техника, третья, это образы или метод цицерона. Это то, что очень помогает запомнить иностранные слова. Что это такое? Это визуализация этих образов. Как запоминать иностранные слова с помощью этой техники? Мы берем стикеры и просто обклеиваем ими то, что мы хотим запомнить. Например, если это стена, the wall, я просто прикреплю стикер и напишу здесь. Стена на английском. Фото. Таким образом, когда вам нужно будет вспомнить слово стена, вы сразу вспомните не то, как оно пишется даже, а помните, вспомните определенную стену и поймете, что да, это работает. Этот и этот методы хорошо помогают именно в обучении новой информации, то, как ее запомнить. Мнемофраза помогает вам запомнить уже те правила, которые были давно изучены, возможно, вы их зубрили, но это не помогло. Теперь, как обычно, по традиции, небольшой эксперимент. До этого мы проводили эксперимент с вами, доктор Стрэндж, когда мы контролировали наши эмоции, как мы реагировали на те или иные фразы. Сегодня я предлагаю вам день наоборот. Что это такое? Вам не нужно будет сейчас делать все наоборот. Вам достаточно прожить свой день, так как вы его проживаете каждый день. Но когда вечером вам нужно будет сделать это упражнение, вспомните не день не свой, не с того, как вы проснулись, а наоборот. Например, сижу на кровати, до этого ужинал, до этого гулял. Очень полезная информация, очень полезное упражнение, которое позволяет информацию структурировать. Кстати, таким методом пользовались у нас службы, когда хотели понять, человек врет или нет. Когда ты врешь, очень сложно вспомнить что-то наоборот. Но это тренирует память. Тренируйте память, работайте с информацией грамотно. А в следующий раз мы поговорим с вами о навыках самоорганизации. Как найти время на все, что вам нужно. Надеюсь, вам понравилось. И до новых встреч. Спасибо.